Друзья, всем привет! Сейчас я расскажу вам, как устроена работа с дашбордами Find BI. Допустим, мы сидим с лицензией с роли аналитика и хотим посмотреть на дашборд, сделать какие-то выводы. Когда мы заходим в систему, мы оказываемся во вкладке «Директория», и мы видим список доступных для нас директорий, папок и, соответственно, дашбордов для просмотра. Давайте, например, выберем демо дашборда по анализу позиций аналитиков, размещенных на HeadHunter. Вот такой вот у нас есть дашборд. Здесь мы видим вначале ряд KPI, который показывает нам, какое число вакансий попало в выборку, какое число вакансий мы анализируем. Также какие-то зарплатные ожидания рынка, то есть минимальная зарплата, средняя и максимальная. Далее у нас идет распределение требований по BI-системам, то есть какие BI-системы, требования по каким BI-системам у нас попали в выборку. Есть какое-то распределение по типам BI-систем, то есть, например, иностранные, Apple Open Source или отечественная и, соответственно, сами эти биосистемы, относящиеся к разным типам. Также есть число вакансий, которые разместили компании, у нас здесь они отсортированы по обыванию, и есть детальная таблица, где предоставлен общий обзор вообще всех наших данных, которые у нас по этому вопросу имеются. Что мы здесь видим? Мы здесь, например, можем увидеть следующее, что у нас по минимальной зарплате есть какое-то конкретное отклонение, действительно какое-то маленькое значение, но нас не интересует все состояние рынка, нас интересует только рынок по требованиям к табло, например. Мы можем отсортировать, отфильтровать, вернее, весь наш дашборд, просто кликнув на конкретный столбец вот этого бар-черта, и тем самым отфильтруем весь датасет. Да, мы кликнули на табло и видим, что у нас остались только те вакансии, где требования идут именно к этой BI-системе. Видим также, что здесь сразу же наши KPI поправились, видим, что здесь все в порядке с показателями, и можем заметить, что, например, средняя зарплата с требованиями по табло гораздо выше, чем средняя зарплата, в принципе, по рынку. Это может натолкнуть нас на определенную гипотезу, что действительно там специалисты по табло зарабатывают больше, чем остальные аналитики. Далее, что мы можем здесь сделать? Мы можем посмотреть на детальную таблицу. Здесь у нас есть наименование вакансии, есть ссылка на вакансию, есть компания, есть требования к этой вакансии, и какие-то зарплатные вилки, какие-то зарплатные ожидания. Соответственно, мы можем, нас может не интересовать вообще все эти данные, мы хотим, например, только посмотреть на данные по компаниям. То есть, у нас мы можем взять и оставить данные только по, например, компаниям и тем зарплатам, которые они предлагают. Тем самым, мы можем проводить вот такой анализ. Вот пусть у нас остались только названия компаний и какие-то зарплаты. Например, мы можем здесь теперь отсортироваться по минимальной нижней границе вилки по убыванию, и видим, что, например, вот у таких вот компаний вот такое вот распределение вакансий. Убрать все фильтры, которые мы здесь нанесли на дашборд, можно кнопкой Clear All Linkages. Мы на нее нажмем и увидим, что дашборд у нас пришел в первоначальный вид. Что еще можно здесь увидеть? Здесь мы можем некоторую аналитику произвести по компаниям, по конкретным. Например, нас интересует то, какие вообще BI-системы, какие типы BI-систем у нас есть у конкретных компаний, какие требования у компаний по типам и по самим BI-системам. Для этого у нас здесь настроена такая вещь, как drill down. Мы можем кликнуть, например, на компанию Тинькофф, и здесь у нас есть возможность перейти на вот эту вот выпадающую визуализацию. И мы здесь можем посмотреть, например, компанию Тинькофф интересует только иностранное ПО. Давайте нажмем теперь на иностранное ПО, и у нас раскроется то, какие конкретно BI-системы сюда входят. То есть есть там 38 вакансий по табло, 7 по Power BI и одна по клику. Конкретно мы можем опять же кликнуть, допустим, на Power BI и увидеть, раскрывается у нас здесь информация, как именно называются, допустим, вакансии, где требуется Power BI. Продолжение следует... Продолжение следует...